Ассаламу алейкум. Онлайн-интервью курсату я на эфирде. Курсату в Музне Биево, Сита, Озбекистан, Мелли, Мадвот, Маркес, Дан, Олбор, Мактамас, Бунин, Учун, Маркес, Мутасад, Ларге, Озмин, Дорч, Лиги, Музне, Льдрамс. Добрый день, дорогие телезрители. Мы вас всех приветствуем на телеканале Дуньё Бой Лап в программе онлайн-интервью. Как вы уже заметили, именно в это время мы выходим в прямой эфир, и каждый раз у нас новые гости и новая тема. Тема нашего сегодняшнего выпуска – туристическая полиция, задачи и решения через призму сегодняшней ситуации. Я хочу с удовольствием вам представить наших гостей. Это Улукбек Вафаев, начальник отделения аналитики туристической полиции ГУВД Ташкентской области, майор. Лейтенант, очаровательный оситор Сайдинова, старший инспектор по особо важным делам туристической полиции ГУВД Ташкентской области, Хошки-Лепс-Лар. Мы рады вас приветствовать. Во-первых, мы вас с моей соведущей, с моей коллегой Махинардус Мухамедовой с огромным удовольствием хотим поздравить с праздником. Как вы знаете, дорогие телезрители, в воскресенье мы все отмечали праздник, День работников нашей доблестной милиции. И вы представляете, конечно, эту когорту. Я вообще считаю, что, наверное, в нашей милиции за последнее время, когда произошло очень много перемен, произошло много изменений, в милицию пришли достойные люди. Вы тоже, можно сказать, как бы новички в этой системе. Впрочем, и сама туристическая полиция, я вот хотела бы заметить, что в своем приветственном слове президент страны, поздравляя работников милиции, он как раз-таки остановился на том, что произошли большие изменения в этой сфере, и пришло очень много людей грамотных, образованных. Хочется верить, что это так. Вообще верим в то, что людей стало больше достойных и меньше случайных. Но поскольку тема нашего выпуска – это туристическая полиция, как мы знаем, три года назад она была создана, вообще впервые появилась в Узбекистане, сначала в исторических наших областях, это в Харизне, в Самарканде, в Бухаре и в Кашкадаре, и год назад туристическая полиция уже появилась в нашей столице, в Ташкентской области. Но поскольку вы представляете нашу Ташкентскую область, а Ташкентская область тоже, с учетом всех 20 районов, входит, сказать, в туристическую, так сказать, когорту, можно сказать. Сегодня вот мы с Махинур вас будем расспрашивать о том, как работает туристическая полиция, да, Махинур? Какие задачи она сегодня решает? Альбатта. Бринч савалам, Улуғбекисызге, яни, шоу туристик полиция, яни, шоу туристические полиция, яни, шоу туристические полиция, урозаз, Продолжение следует... 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 Мы прервали Ситору, все-таки расскажите больше о вашей подготовительной части спортивной, потом мы уже вернемся непосредственно к тому, что сейчас происходит. Значит, если говорить о спорте, у меня папа является мастером спорта по легкой атлетике, конечно же, это у меня как семейное считается, и с детства мы занимаемся все спортом, физически подготовленные, это каждый год мы сдаем физподготовку, именно по работе тоже проверяется бег, отжимания, пресса и так далее. То есть для работы в туристической полиции каждый сотрудник должен иметь физическую подготовку. Ну это, наверное, не случайно, Махинур. Вот зимой еще до пандемии, когда мы делали передачу на Амерсой, это горный курорт, напомню телезрителям, что это первый такой модернизированный современный международный горный курорт в Центральной Азии. И тогда я столкнулась с туристической полицией именно Ташкентской области. Вдруг среди вот этих снежных гор, спускаясь с лыжни, вижу, стоят туристическая полиция. А что делает туристическая полиция там? Понятно, что она следит за безопасностью. Конечно же, значит, на горнолыжном курорте Амерсай мы точно так же соблюдаем общественный порядок. Также все наши сотрудники точно так же умеют кататься на лыжах, это обязательно. Практически все, да, абсолютно. Все должны быть подготовлены физически. Отменишны хам, да? Да, отменишны хам. Рахбариат. Об этом, что мы сегодня мы собираемся сми, и там где-то. Когда мы собираемся слить, мы собираемся слить. И где-то. У нас есть авто-мототехники, патруль авто-машины, а также партийские шпы. У нас есть партийский шпы, патруль, мотоцикл. У нас есть партийский шпы, патруль, мотоцикл. В этом направлении, у нас есть партийский шпы. Но мы не знаем. У слоу. Мы же у нас есть партийский шпы, а мы здесь хорошим шпы. Мы делаем наши шпы. У нас есть партийский шпы, винхарбет, конвертия, патруль, в отельские тупорицы. Здравствуйте. Ситор, ну, безусловно, на работе, тем более у вас вот такая область огромная и горная, можно сказать, когда уже вот выезжаешь за город, особенно Червакско, Чемганско, Бельдерсайская зона. А происходили ли какие-то, вот нам телезрителям, правда же, Махинур, интересно, какие-то интересные случаи, может быть, курьезные? То есть непосредственно как вы помогали? Вот вы выходите, скажем, на службу. Да, вас позвали на помощь. Вот вы знаете, был такой день, я этот день, наверное, никогда не забуду, произошло три случая, связанных с туристами, то есть там ничего такого страшного, просто поступили вызовы с разными обращениями. Начну с самого начала. Значит, утром одного нашего сотрудника отправили по поручению начальства в Ташкент. Вы знаете, то, что у нас есть автопатрульные машины с надписью «Турист Полость». Он находился на территории Межзоулубекского района, наш сотрудник. И, значит, два туриста с Великобритании, Грег и Джордж, они, значит, как раз-таки направлялись в сторону Червакского водохранилища, то есть они были наслышаны об этом месте и решили тоже побывать там. Но им объяснили, что вы можете через Буюкапакёле сесть и поехать туда, то есть на автобус. Но они из-за того, что не знали языка, из-за того, что рядом не было ни переводчика, ни гида, они не могли просто обратиться к кому-либо, и никто их не понимал. И, значит, увидев нашу патрульную машину, они обратились к нашему сотруднику. Наш сотрудник, конечно же, после того, как он сделал все свои дела, помог им, отвез их на Червакское водохранилище. На этом автомобиле прям. На этом автомобиле прям. Ну, с ветерком и с комфортом, да. Да, да, да. И в этот же день после обеда у нас был такой еще случай, значит, турист из Германии по имени Кэтрин тоже приехала в Узбекистан с целью попутешествовать. Побывала в наших исторических городах, как Хива, Самарканд, Бухара, и решила тоже посетить Ташкентскую область. И когда она приехала в Ташкентскую область, она потерялась, потеряла дорогу. И как раз-таки, когда она была в Хорезме, ей дали вот такую вот брошюрку. Есть такие специальные брошюрки у каждой области. Давайте мы сейчас покажем нашему оператору, чтобы он, Хасан возьмет крупно. Вот такие вот брошюрки на английском и на русском языках, значит, со всей информацией о деятельности туристической полиции, со всеми номерами, куда турист может обратиться в той или иной ситуации. И как раз-таки она набрала, значит, телефон, то есть она позвонила к нашим коллегам в Хорезме, объяснила ситуацию, что она находится именно в Ташкентской области, заблудилась, не может найти хостел или же гостиницу, и попросила о помощи. Наши коллеги немедленно позвонили нам, обратились к нам. Мы поехали к ней. И была такая ситуация, что уже вечерело, все банки были закрыты, у нее не оставалось просто наличных денег на руках, и мы ей помогли, обустроили... За свои деньги? Нет, не за свои деньги. У нее было некоторое количество денег, но она не могла снять просто с карточки деньги, попросила какой-нибудь подешевле хостел. Мы ее отвезли туда. Был очень тоже красивый, уютный хостел. И вот, значит, и на следующий день даже мы ее отвезли в аэропорт, так как она уже должна была уезжать. Мы до сих пор с ней общаемся. Какие молодцы! Она любитель путешествовать, она в одиночку путешествует, и каждый раз вот она пишет, ой, Ситор, вот я в Италии, я в Испании, спасибо вам огромное. Она очень уехала с Узбекистана с такими чувствами теплыми, и каждый раз она отмечает, что если будет возможность, она опять-таки посетит наше государство. Отлично. Нашу республику. Отлично. Ну, замечательно, потому что когда действительно приходит туристическая полиция, вот это в действии турист это ощущает, и у него возникает доверие в туристической полиции. Не случайно вот эта структура создана в системе МВД, потому что в прошлый год, Махинур, ну вы помните, он у нас был, ну можно сказать, урожайным туристом. 6,7 миллиона туристов побывали в Узбекистане, и я вспоминаю, как в прошлом году эта ситуация произошла в Хиве, японский турист, они должны были уже уезжать вот через Ургенч, и перед отъездом он обнаружил, что у него нет паспорта. Тут же обратились в туристическую полицию, и вы знаете, буквально за два часа туристическая полиция нашла паспорт, и уже прямо перед посадкой вручила японскому туристу, у него была сначала истерика. Оказалось, он сам покупал сувениры и случайно выронил паспорт. Вот, забыл, да. А в Самарканде еще, Махинур, вот я добавлю к этому, это мне уже гиды рассказывали. Туристка одна, которая тоже, вот как вы говорили, любит путешествовать, она вот по Шахизинде гуляла и нечаянно вот просто споткнулась и подвернула ногу. Ну, подвернула очень сильно, и пришлось ее госпитализировать в травматологию. Но опять-таки, это вот туристическая полиция пришла на помощь тоже на автомобиле, и они дежурили, справлялись о ее здоровье. И как они мне рассказывали, вот гид рассказывал, говорит, она так была им благодарна, она говорила, я буду всегда молиться на туристическую полицию Самарканда. То есть остались такие хорошие впечатления. Так что действительно туристическая полиция нужна, и она в действии. Я вот смотрю на ваши звездочки, лейтенант Ситора, вообще девушек, женщин много в туристической полиции? Именно в туристической полиции, да, девушек у нас очень много. Это за счет привлекательности, за счет того, что вы умеете вежливо говорить. Вообще же вам по инструкции даже запрещено разговаривать. Даже в самых неожиданных ситуациях вы должны все-таки до туристов донести, ну, показать вообще культуру. c'era, да, вот мы должны быть молодым, да? Правильно, да. Мы должны быть международным, мы должны быть молодым, Мы хотели бы еще одну тему затронуться и рассказать нашим телезрителям. Совсем недавно появилась же новая форма, она такая экспериментальная, да? Да, хорошо. Мы хотели бы еще разобрать эту форму. Мы хотели бы еще разобрать эту форму, чтобы мы были в интернете. Если мы были в интернете, то мы в этом форме, то мы в этом форме. Турист, полиция, язык, турист. А может мы пригласим кого-нибудь? Да, у нас есть моя коллега, старший лейтенант Васильева Рината Провелевна. Так, Ринату Равилевну мы можем пригласить, чтобы она нам показала и форму, продемонстрировала. Это пока так экспериментально, да? Это да, пока временно экспериментально. Вы, наверное, видели в соцсетях тоже, были выставлены фотографии в новой форме. Пока мы узнаем мнение общественности, если, конечно же, им понравится, если это все подойдет, то мы останемся именно на этой форме. Мы останемся на этой форме. Рината не слышит, наверное, да? Рината не слышит. Рината не слышит. Да. Рината не слышит. Рината не слышит. Рината не слышит, что, которую мы задали, по-анимным, невозможенją правиле. Что входит еще в Ситурf? Значит, это специальные, можно сказать, жетоны, здесь как раз-таки написано «Tourist polos», есть специальные надписи спереди, также сзади, если хотите, я могу. Ну, можете, если встать, мы бы хотели Ренату попросить, Рената здесь, или она? Специальные надписи сзади, также у нас имеется головной убор в виде кепки, рубашка внутри с длинными рукавами и брючки. Очень удобная, практичная форма. Рация у вас, да? Рация обязательно, да, и бодикамера. А, бодикамера обязательно, да? Обязательно, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова То есть и летом у вас есть летняя форма и зимняя форма. Летняя форма, и зимняя, и также у нас осенняя. А также осенняя тоже по отдельности, да? То есть у вас три вида даже, и парады еще, четыре вида, да, четыре вида, да, специально для туристической полиции. Это наши дизайнеры создавали, наши отечественные узбекистанские дизайнеры. А вот сейчас как раз мы пригласим Ринату, наконец-то. Рината, мы вас попросим вот подойти сюда, чтобы вы, да, вот, да, вот сюда встаньте. Да, вот покажите форму, значит, так можно повернуться вот так медленно, сзади, да, написано, туристическая полиция, значит, кепка. Да, обязательно головной убор в виде кепки в данном случае у нас внутри, значит, рубашка с длинными рукавами. Сверху, значит, у нас это специальный косинький китель. Вот на эту камеру можно надеть. Брючки очень удобные, практичные. И, конечно же, мы работаем в горах, это самое необходимое, это кроссовки, конечно же, чтобы нам было удобно передвигаться. Должны были именно кроссовки одеваться, да? Вот, посмотрите вот на эту камеру, как раз, да. С данной формой, да, это у нас кроссовки. Вот это новая форма, которая разработана для работников туристической полиции, пока это экспериментальная, да, но экспериментальная, это сколько длится этот эксперимент? Спасибо большое, Ринат. Спасибо большое, Ринат. 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 М오�aley Иванов, в первом деле, у меня с чем-то пространство было за 100% и произошло столько, что я могла на 20-й месяц. КакIN-то у меня это было на цель этого года. Это было, чтобы в Крымской области Мы находимся тут в Саволе, рядом с Ноябой, и там на Буржае, и обидели на Буржа. Сейчас уже очень мало туристов, а чем занимается в данный момент туристическая полиция? Вы как-то анализируете ситуацию? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...